Привет всем чужим, с вами Кентек. Нового микрофона все еще нет, так что страдайте. Ненавижу Ubisoft. Я понимаю, что с этих слов начинается каждое мое видео, которое связано как-либо с этой компанией. Но в том-то вся и суть. Я ненавижу эту компанию. И я хочу, чтобы вы почувствовали всю мою ненависть к ней. Чувствуете это дрожание воздуха? Так с вами в связь вступает моя ненависть. Я много чего на свете ненавижу. И есть на свете такие вещи, которые я ненавижу с той же силой, что и Ubisoft. Но все же Ubisoft я ненавижу по-особому. Еще ни одна компания так не издевалась над моим детством, как эти сволочи. Даже своим последним роликом по Атсасину они умудрились меня выбесить. Своим сраным хип-хопом на заднем плане. Йоу, да, Нига, брат. Зачитай нам о жизни нашей непростой. Блять, боже, какой кринж. Видите, до чего меня довела эта херня? Окей, ладно. Зачем же я собрал вас всех, спросите вы? Ну, разумеется, из-за нового ремейка Принца Персии. Слоупок! Воскликните вы. Однако я с вами не соглашусь. Поверьте мне, на стриме я чуть ли не в день релиза уже высказал свое мнение об этой игре. Можете найти мой канал с нарезками стримов и полюбоваться. Если что, ссылка в описании. Почему же я так долго тянул с этим видео, спросите вы? На самом деле текст я написал сразу же, как только новость и трейлер игры появились. И когда я его дописал, разработчики выкатили новую новость, которую я просто обязан был учитывать в тексте. Ну, а текст уже был написан. Мне пришлось стирать все написанное и писать по новой. Потом опять случилась та же херня, и мне снова пришлось переписывать текст. На четвертый раз я выдохся, психанул и решил подождать пару месяцев, пока все новости не иссякнут. Ну что ж, время пришло. Свершилось, как написано в Библии. Давайте же посмотрим на то, что нам приготовили Юбисофт на этот раз. Вообще, если честно, изначально я бы хотел поднять тему Джордана Макнера. Надеюсь, я правильно ударение поставил. Создателя Принца Персии. Почему же? Ну, потому что он остался в восторге от ремейка. И не поймите меня неправильно, суть не в том, что ему понравился ремейк, а мне нет. Суть в том, что я не могу понять, какого хера его мнение вообще является авторитетным. И есть люди, которые всерьез утверждают, что ремейк будет шикарным, только потому, что отцу серии Принца Персии все понравилось. А Джеймс Кэмерон, например, когда выходил Пятый Терминатор, говорил, что именно Пятый Терминатор это истинная третья часть. А когда выходил Шестой Терминатор, он говорил, что Пятый Терминатор говно, а вот Шестой это истинная третья часть Терминатора. Понимаете, к чему я клоню? Да и вообще, на мой личный взгляд, лучшее с Принцем Персией случилось только после того, как он свалил из серии. И вышла божественная схватка с судьбой. Которая, несмотря на солидный возраст, до сих пор все так же прекрасна, как и в далеком 2004 году. Ну ладно, оставим эту тему и перейдем к менее интересной теме, а именно монетизации. Как вы знаете, предзаказ игры уже открылся, и если вы предзакажете игру, то получите сет Возвращение к истокам. Тут вас ждет старенький скин Принца, на кой хер он правда нужен, если честно, я не знаю, кто будет проходить игру в этом скине. Мы вроде бы как в ремейк играем, а не HD Remaster. И еще 4 мяча. Ну а если вы предзакажете игру в AppGames, то получите в придачу еще и 4 елдака. Какое вам больше нравится? Желтый елдак? Зеленый елдак? Хит сезона розовый горбатый елдак? Или может быть, оранжевый елдак? Мне кажется, что до ввода в игру монетизации у юбиков остался всего лишь один шаг. Всего один шаг, и они начнут рубить с фанатов бабки по-черному. Окей, хрен с ним. Что мы с вами ходим вокруг да около игры? Как хищники перед тем, как наброситься на свою жертву. Давайте же набросимся на нее, наконец. Перейдем уже к самой игре. И что я могу сказать? Графика срань, прямиком из 2010 года. И я почти уверен, что движок у этой игры точно такой же, как и у последнего принца. В интернете уже есть много видосов со сравнением двух игр. Однако благо разработчики быстро сподхватились. Извинились за столь всратую презентацию игры и столь всратую графику. И выкатили нам парочку скриншотов с улучшенной графикой. Ну, типа, да, уже гораздо лучше, но все равно так себе. Но что, млядь, с фарой? Мне одному кажется, или она реально стала страшнее, чем была? Окей, хорошо, Ubisoft. Я все понял. Не сдерживайте себя. Просто превратите ее в копию одного из разработчиков игры. Вы ведь этого хотите, да? Кстати, о разработчиках. Принца Персии. Одну из ключевых серий игр всей видеоигровой индустрии доверили делать индусам. И не поймите меня, опять неправильно. Суть не в том, что они индусы. Суть в том, что эта прекрасная дама наверняка хороша в готовке еды или стоянию у плиты. Но, блядь, она явно не умеет пользоваться компьютером. Даже моя мама умеет печатать на клавиатуре. Кому они доверили игру? Че она вообще там делает? Будем надеяться, что письмо подружки пишет, а не игру кодит. Я понимаю, что политика Юбисофт такова, да и не только Юбисофт, всего мира. Политика такова, что показывать белых гетеросексуальных людей на экранах нельзя. Это же оскорбляет черных геев-трансгендеров. И игру наверняка делают белые люди, умеющие делать игры, которые просто приехали в Индию на командировку. Но, блядь, вы не могли бы для презентации хотя бы попытаться найти человека, который ну хоть немного понимает в играх и компьютерах? Вам может показаться, что я засираю лишь больше саму Юбисофт и их презентацию игры, нежели саму игру. Но так оно и есть на самом деле. Я почти уверен, что игра получится, ну... Ну, короче, без багов не обойдется. Но в целом, я думаю, будет, ну, наверное, играбельно. Я даже больше скажу, я обязательно сделаю предзаказ игры, потому что я очень хочу себе розовый елдак. Претензии к самой игре у меня минимальны. К страшной роже принца, к портящейся с каждой новой презентацией фаре, к страшноватой графике, к русской озвучке без Петра Гланца. Но в целом, меня все более-менее, ну, как бы, типа, окей. Даже несмотря на то, что это игра от Юбисофт. Но все же я искренне надеюсь, что этот ремейк с треском провалится, и Юбисофт не станет делать ремейк второй части игры. Потому что вторая часть принца, лично для меня, очень многое значит. И я бы очень не хотел, чтобы Юбисофт ее испортили. А они испортят. К своим блядским равноправиям и расовым разнообразиям. Я уверен, что и Шади и Негритоску, например, сделают. Серьезно, Юбисофт, не делайте этого. А иначе я очень и очень сильно расстроюсь. На этом, пожалуй, у меня все. Комментируйте, оценивайте, подписывайтесь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!